Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Есть журналисты службы информации. Расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. В Ханты-Мансийске медаль за отвагу вручили участнику специальной военной операции. В Сургуте семьям военнослужащих вручили карты забота. В Пытьяхе приезжал передвижной музей «Поезд Победы». В Ханты-Мансийске завершил работу международный форум «Север-Юг. Комфортная среда». В течение нескольких дней федеральные эксперты, ученые, урбанисты и чиновники обсуждали лучшие практики, вызовы и потенциалы городской среды в новых меняющихся условиях. Ежегодный конгресс проводится под эгидой Министерства строительства и ЖКХ. В программе были дискуссии, круглые столы и деловые встречи. Центральной темой стало повышение индекса качества городской среды. Закрыла форум пленарная сессия «Россия. Территория комфорта». Участники отметили, что Югра сегодня одна из лидеров нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, по итогам форума, самые интересные и эффективные практики округа будут тиражировать на всю страну. Это большая работа, тяжелая, удержать теперь очень важно, потому что мы видели на протяжении этих двух дней, насколько заточены команды муниципальные, региональные на то, чтобы выполнить вот эти показатели, установленные президентом Российской Федерации. Мы добиваемся того, чтобы по каждому индикатору мы фиксировали рост. В поселениях Советского района организуют работу избирательных комиссий. 10 сентября жители будут голосовать за губернатора Тюменской области. Кроме того, в Таежном, Малиновском и Агереши определят голову поселения. В этих населенных пунктах и в Алябьевском проголосуют за состав местного совета депутатов. В Советском довыберут парламентария в районную дому. Воспользоваться своим избирательным правом получится и у подопечных советского пансионата круглосуточного ухода. Они могут сами посетить участок, либо проголосовать по месту проживания. Участковая избирательная комиссия обязательно организует выезд на место. Кабинкой для голосования установят в актовом зале. За процессом будут следить общественные наблюдатели. Также рядом будут находиться волонтеры. Я знаю, что у вас колясочники, которые непосредственно ездят на избирательный участок, в частности Олимпа. Там у нас есть пандус. И, соответственно, на каждом избирательном участке будут волонтеры. На входе в здание окажут помощь, допустим, преодолеть одну ступеньку или несколько ступенек. И будут волонтеры на избирательном участке непосредственно, которые, если вы желаете, чтобы вам оказали помощь в заполнении бюллетеня, или, допустим, плохо видите, или затрудняетесь прочитать. Сезон ОРВИ и гриппа. Они за горами. Егорские медики напоминают о необходимости позаботиться о защите здоровья как своего, так и окружающих людей. Самым эффективным методом профилактики ОРВИ врачи называют вакцинацию. В медицинские учреждения поступил большой запас вакцин против гриппа от различных производителей, поэтому прививок хватит всем. Людям из группы риска во избежание тяжелого течения сезонной болезни вакцинация рекомендуется в обязательном порядке. Это беременные женщины, врачи, педагоги, работники общественного транспорта и коммунальные сферы, лица старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. Есть профилактика специфическая, это, как я уже сказала, вакцинация. Есть неспецифическая профилактика вирусных инфекций. Куда относятся? Это обязательно мытье рук, это избегать скоплений людей, это ношение, если человек болен, масок с обязательной сменой каждые 2-3 часа этих масок, это проветривание помещения, это прогулки на свежем воздухе. Во-первых, если человек заболел, чтобы предотвратить все-таки распространение инфекции, ему необходимо оставаться дома. Для этого есть возможность либо вызвать врача на дом, либо обратиться в отдельный фильтр-бокс, который есть в каждой поликлинике, чтобы ограничить число лиц, которые будут с ним контактировать и не подвергать их риску того, что они заболеют. Почти год работодатель не платил деньги подчиненным. Теперь ему грозит уголовное наказание. Нефтьюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя транспортной компании. Дело передано в суд. Следствием установлено, что с сентября 2020 по июнь 2021 года обвиняемый не выплатил зарплату 15 работникам организации. Долг превысил 2 миллиона рублей. Денежные средства использовались руководителям на иные цели. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Прокуратура вмешалась также в решение проблемы сотрудников нефтебуровой компании из Мегиона. Им работодатель задолжал более миллиона рублей. Люди не получали деньги с марта по июнь текущего года. В адрес руководителя предприятия было вынесено прокурорское представление об устранении нарушений закона. Главный бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности. В результате принятых мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Один в поле не воин – это заслуга всех бойцов, так сказал участник СВО Олег Шаталин. Сегодня ему вручили медаль «За отвагу». Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске. Награду вручил командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов. Олег Шаталин во время выполнения боевого задания получил множественные осколочные ранения, но благодаря товарищам сумел покинуть поле боя. Сейчас он находится в отпуске по лечению, но в скором времени будет готов продолжить службу. Он в зоне СВО находится с сентября прошлого года. Напомню, что Олег Шаталин работал на должности заместителя начальника отдела национальной политики Департамента внутренней политики ЮГРЭ. Волнение. Прежде всего, волнение, потому что в такой обстановке вручение происходит. Столько внимания. Честно говоря, волнуюсь. То, за что именно награда. Ну, как таковых прямых подвигов. Там танки не подбивал, самолеты не сбивал. Нес свою службу, как и должно, ответственно, без каких-либо там уклонений. И рядом со мной мои были всегда бойцы, товарищи, с которыми все это дело проходило. Поэтому находился на своем месте и ответственно относился к своим задачам. Медаль за отвагу считается самой уважаемой среди бойцов всех войн, которые были за последние лет сто в Миню. То есть это ветераны Великой Отечественной войны, Афганистан, Чеченские войны и так далее. То есть это самая уважаемая награда. И получить ее очень достойно. И кто получает ее, он гордится всю жизнь его семье. Их работа видна только, если сделана плохо. Нынешняя Украина, на территории которой продолжается специальная военная операция, а также вновь присоединенные регионы России, являются сейчас самыми заминированными в мире. Общая площадь минного поля составляет около 250 тысяч квадратных километров. Поэтому профессия сапера там сейчас одна из самых востребованных. Среди таких специалистов немало югорчан. С некоторыми из них прямо во время работы удалось пообщаться с сотрудникам нашего Макеевского корпункта. Щуп – главное о руде труда сапера. Он позволяет обнаруживать взрывные устройства с пластиковым и деревянным корпусом, на которые не среагирует ни один миноискатель. К тому же он гораздо компактнее. Поэтому его сборка – дело небыстрое и крайне кропотливое. Ведь там, где на кону стоит жизнь, спешка неуместна. Работа предстоит на Авдеевском направлении. Ещё летом прошлого года здесь стояли силы ВСУ. Скоро будут передвигаться наши войска. По этому территорию необходимо зачистить от мин. Само собой, соблюдая меры безопасности. Работа сапера сродни ходьбе по трясине. Прежде чем поставить ногу, место тщательно ощупывается. Однако цена ошибки здесь гораздо выше. Зелёнка – это самое опасное, когда проходишь. Практически ничего не видно. Присутствие, может быть, уже даже старое, может быть, вообще забытое. Не взрывавшиеся боеприпасы тоже можем обнаружить. Есть только противотранспортные мины. В следующих находках – старые советские противотанковые мины 1962 года. На втором месте – противопехотная мина «Чёрная вдова». Печально известная из-за мощного фугасного поражения. К счастью, в этот раз ни того, ни другого обнаружено не было. Данный участок был проверен. На данном участке мины не обнаружено. Со 100% вероятностью можно сказать, что здесь безопасное место. Но это только первый участок работы на сегодня. Её впереди много. Хватит на долгие годы. Впрочем, являться тут нечему. Противник закреплялся здесь уже не один год. То есть всё, что они устанавливали, всё, что они закапывали, это уже само собой заросло, это не видно, это практически невозможно обнаружить. Поэтому продвигаться нужно аккуратно, осторожно, максимально сконцентрироваться. И не полагаться ни на какое везение, так скажем. Оба напарника в команде сапёров – югорчане. Коллектив у них, пусть и небольшой, зато слаженный. Вместе работают давно и дело своё знают. И ждут за него никакой благодарности. Служба и служба. Никто не видит, никто не оценивает. Но если вы что-то не сделаете, сразу его видно будет? Нет, когда что-то не сделаешь, то да. Когда отзываешься на то, что надо сделать, делаешь. И когда, говорится, сто раз лучше сделай хорошо, да. Потом, когда один раз сделал плохо, и это всё замечает. Впрочем, таких случаев в практике наших земляков пока не было. Югорские волонтёры помогли восстановить шесть объектов инфраструктуры и раздали более 700 тысяч порций горячего питания в Донбассе. Об этом рассказали представители гуманитарного добровольческого корпуса, заместители начальника управления президента России по внутренней политике в Югре Евгению Грачёву. Отмечу, у волонтёров округа несколько важных направлений деятельности. Среди них, например, помощь в тушении лесных пожаров. В этом году добровольцы выезжали на пять возгораний. Также волонтёры активно подключаются к поиску пропавших людей, при этом к своей деятельности. Югорчане подходят крайне ответственно, постоянно проходят обучение. Масштабная работа у добровольческого корпуса сейчас направлена на поддержку Донбасса. В Югре организован сбор гуманитарной помощи. Только за первые полугодия 2023 года в округе собрали более 600 тонн необходимых вещей. Кроме того, волонтёры плетут маскировочные сети, шьют нательное бельё и делают окопные свечи. Самые смелые добровольцы отправляются на освобождённые территории. Здесь волонтёры готовят и раздают горячее питание нуждающимся, помогают эвакуировать жителей, а также раздают гуманитарную помощь. Мы первые-то и зашли в Мариуполе. Картина страшная была. Люди просто без продуктов, питания, элементарно воды, ничего, ни хлеба, ничего не было у них. Просто когда они с подвала выходили, просто страшно было на эту картину всё смотреть. Мы просто там провели огромную работу. Могу сказать, что мы одни из первых гуманитарных миссий там оказались. Работали в самых таких отдалённых районах, в самых нуждающих, готовили горячую пищу. Спасибо вам большое за такой труд. Он на самом деле тяжёлый. Мне кажется, очень благодарны тем людям, которым вы оказываете помощь. Это и наши военнослужащие, для них важные семьи, которые здесь. Но и в целом те направления, которые вы привели, они достойны уважения, потому что они всегда связаны с определённым риском, и надо иметь мужество во всём этом участвовать. Спасибо вам большое. Сегодня в Сургуте вручили карты «Забота» семьям участников СВО. Это карта, которая предоставляет скидку от 3 до 50% у местных предпринимателей. Как отмечают жены бойцов, данная мера поддержки актуальна в текущей экономической ситуации. Карта «Забота» вручается участникам СВО и членам их семей. Это родители, супруги, совершеннолетние дети. Чтобы получить карту, необходимо прийти в общественную приёмную партии «Единая Россия». Собой необходимо взять паспорт, справку с военкомата, а также свидетельство о заключении брака или свидетельство о рождении ребёнка. Здравствуйте, Анжела. Подскажите, насколько полезны для членов семей участников СВО подобные вещи, как карта «Забота»? Здравствуйте. Это своего рода мера поддержки. Это, безусловно, приятно. Пусть это будет 3%, пусть это будет 5%. Но это здорово, что придумали и сделали так. Артём Михайлович, расскажите, сколько уже предпринимателей в проекте «Забота», как их находят и какие виды услуг, товаров предоставляют эти предприниматели? Значит, с услуг – это совершенно разносторонний характер. Это и торговля продовольственными товарами, это и хозяйственные какие-то товары, это и одежда. В сфере услуг – это парикмахерские, если я не ошибаюсь, там уже есть и станции технического обслуживания. То есть тут перечень очень разносторонний. В настоящий момент по Сургуту присоединились уже порядка 70 предпринимателей, по всему округу – это уже порядка 600. И перечень, кто осуществляет такую поддержку, помощь, он постоянно расширяется. Со своей стороны администрация Сургута также в силу своих должностных, скажем так, полномочий взаимодействует с предпринимателями. Это в части и субсидий, и образовательной, и информационной деятельности. Предприниматели очень активно многие откликаются. Полный список партнеров акций можно узнать на сайте югразабота.рф. Денис Ханжин, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. Фотовыставку, посвященную работе гуманитарного добровольческого корпуса «Югры», открыли в Москве. Экспозицию представили в здании Общественной палаты Российской Федерации. Проект, поддержан грантом губернатора «Югры», получил название «Югра-Донбасс-добровольца». Именно волонтеры стали его главными героями. Мобильные стенды рассказывают об достижениях и мотивации. Так волонтеры вместе с властями региона отправили в зону СВО более трех тысяч тонн гумпомощи. Добровольцы раздали более полумиллиона порций горячей еды. Игорчане также развозили питьевую воду, эвакуировали жителей новых регионов России и доставляли посылки военнослужащим. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча с представителем, заместителем руководителя Россотрудничества приведет нашу работу не только внутри России, но и вам будет позволено, российским государствам, спасать не только соотечественников, скажем так, но и жителей всего мира. «Та выставка, которая представлена здесь, это на самом деле такая миниатюра, потому что в той выставке, которая сейчас путешествует по Ханты-Мансийскому автономному округу, там более 60 портретов добровольцев, еще другое наполнение есть дополнительное. Здесь собраны самые первые и самые такие впечатляющие, скажем так, истории». В Пытьяхе на протяжении трех дней жители могли воспользоваться уникальной возможностью бесплатно прикоснуться к истории. Поезд Победы – первый в мире иммерсивный передвижной музей уже несколько раз пересек Россию. В списке многочисленных пунктов прибытия теперь и несколько югорских городов. На первом пути красавец-поезд. Рядом большая очередь из желающих его посетить. Встречают и организовывают потоки посетителей, волонтеры Победы. «Выдают аудиогиды или наушники, объясняют, как дальше пользоваться этим, скажем так, необходимым инвентарем. И дальше гид-волонтер сопровождает группу до последнего вагона». Вагоны тематические. В наушниках повествование от первого лица. Проводница Лидия делится историей, которая тесно переплелась с ее жизнью. А мы погружаемся и становимся попутчиками каждого мгновения. Жизнь до войны, Брест, окопы. Зрители сидят рядом с теми, кто едет на фронт, узнают, как устроена баня, помогают раненому бойцу в санитарном вагоне, удивляются устройству бронепоезда, ужасаются условиями в концлагерях. «Жутко было в каких-то моментах, до слез доходило, что так трогательно все было, что у меня даже пробивались слезы». «Когда ходишь, кажется, как будто ты прямо там в это время находишься. Я первый раз узнала про японцев, что они делали опыты над людьми. Для меня это было так жутко. То есть, когда ты ходишь, как будто ты ходишь по этому поезду, и рядом с тобой проводят эти опыты». Это действительно невероятное ощущение сопричастности к советской истории, к истории нынешней современной России, когда здесь не просто представлены экспонаты, это на 85% оригиналы, это настоящие вещи того времени. И патроны, и одежда, и медицинские препараты, и то, что было использовано во время войны как нашими вооруженными силами, так и вооруженными силами иностранных государств, и Германии, и Японии. И к этому начинаешь относиться совершенно по-другому. Это не кино. Это не обычный музей в том плане, в котором мы его понимаем. Музей в поезде состоит из 50 проекторов, 18 видеостен, 12 сенсорных столов. С их помощью организаторам удалось создать световые и звуковые эффекты воздушных боев, танковых атак, картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. «Своё путешествие мы отправились в октябре 2020 года из Москвы, с Белорусского вокзала. На сегодняшний день мы работаем уже третий год. За это время мы уже несколько раз пересекли всю страну от Крыма до Владивостока. Мы работали на Черном море и Тихом океане. Мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме Восточный. Мы посетили более 140 городов, 17 республик. Нам пришло более 600 тысяч посетителей. Более миллиона посмотрело интерактивную выставку на всех площадках». Эффект погружения настолько сильный, что у большинства выходящих из вагона, где фронтовики возвращаются домой с победой, на глазах были слёзы. Елизавета Гутовская, телерадиокомпания «Югра» при поддержке телерадиокомпании «Пытьях.Информ». 10 объектов инфраструктуры строятся на территории будущего научно-технологического центра в Сургуте. Это дороги, канализационно-насосная станция, ливневая канализация и магистральный водовод. Подведение газа и электроэнергии на стадии проектирования все работы ведутся параллельно. Если говорить о системе водоснабжения, то по проекту её общая протяжённость составляет 6 километров. Сеть позволит обеспечить водой не только научно-технологический центр, но и жителей ближайших домов. Подробности в нашем сюжете. Защита строительных конструкций позволит этому колодцу пережить любые внешние воздействия, в том числе и перепады температур. Сейчас строители производят гидроизоляцию ёмкости. В ней будут находиться задвижки и пожарный гидрант. Ресурсов достаточно, людских ресурсов тоже достаточно. Техника есть, у нас и своя закупленная техника. Никаких преград для строительства нет. Чтобы сделать одну камеру, нам нужно примерно дней 25. Это полностью монолитная работа, гидроизоляция. Это при хороших условиях. Строители уже проложили почти 5,5 тысяч метров водовода. Две нитки. Одна основная, другая резервная. Этот объект выполнен из проверенных материалов, срок службы которых достигает полувека. Он предназначен для будущего научно-технологического центра и для жителей будущих многоэтажек. Данный объект нам позволит в дальнейшем подключить все объекты научно-технологического центра к системе водоснабжения, а также к системе пожаротушения. Это первый момент. И второй момент. Строительство этого водовода позволит в дальнейшем ввести более 200 тысяч квадратных метров жилья, в том числе на территории Поймы-5, далее по Югурскому тракту. Строительство водовода ведется за счет федеральных денег, инфраструктурного бюджетного кредита и муниципальных средств. Всего на эту сеть направят около 250 миллионов рублей. А сдать в эксплуатацию обещают к концу года. Кроме того, на территории научно-технологического центра ведется работа по 10 объектам инфраструктуры. В том числе строится канализационно-насосная станция и сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями. Готовность этих объектов свыше 80%. Леона Кемова, Вячеслав Ширкунов, телекомпания «Югра», Сургут. Общедоступная, всесезонная и круглосуточная. Покачах в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни» построили современную площадку с тренажерами. Часть физкультурной зоны предназначена для занятий стрит-воркаутом. На новой площадке можно заниматься при любой погоде. Кровля из прозрачного материала надежно защитит от осадков, в то же время не затемняя пространство. А когда солнце зайдет, спортсмены смогут продолжить тренировки, просто включив свет. В этом году в Покачах планируется открытие еще одной спортплощадки подобного класса, но с большими возможностями. У меня есть очень много друзей, и я их буду тащить сюда, чтобы они занимались и тоже становились сильнее. Я умею делать топорик. Умею топорик делать, где надо прыгать, умею, где надо руками держаться за турник, умею крутиться много раз, умею переворот вперед, переворот назад. Площадка эта появилась, во-первых, благодаря жителям города Покачи, которые уже на протяжении ряда лет удерживают, занимают призовые места и удерживают город Покачи в тройке лидеров по сдаче норм ГТО. Спасибо, это все-таки заслуга жителей. Ну и монтаж этой площадки был осуществлен подрядной организацией, которые, скажем так, в свой профессиональный праздник сделали еще и подарок городу. Югорские биатлонисты готовятся к первому этапу Кубка Содружества. Он пройдет в Сочи. Там спортсмены будут соревноваться по правилам летнего биатлона, то есть гонки пройдут на лыжероллерах. Биатлонистам предстоит выявить сильнейших в спринте, гонке, преследовании и мастарте. Бороться за медали будут 18 югорчан, среди них лидеры прошлого сезона. Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довга и Никита Поршнев. В этом году Кубок Содружества состоит из четырех этапов. Биатлонисты пробегут один летний и три зимних этапа. Кроме того, Сочи, международные старты примут Уфа, Раубича Республика Беларусь и Мурманск. Первые гонки Кубка Содружества по летнему биатлону состоятся уже завтра, 7 сентября. Медали будут разыграны в спринтерской гонке. Всем привет, югорчане. Сейчас я нахожусь в Сочи, в горах, где с 7 по 10 сентября пройдет Альфа-банк Кубок Содружества на стадионе Леура, где мы принимем участие. Погода замечательная, настроение отличное. Смотрите трансляции, а мы будем радовать вас своими победами. Мамонты и Югры одержали вторую победу над Екатеринбургским авто. Ответный матч накануне прошел в Ханты-Мансийске. Югорчане с первых минут захватили инициативу, но поразить ворота соперника не получалось. А вот гости напротив поймали хозяев на ошибки и открыли счет. Интересно, что забросил шайбу экс-игрок Мамонтов Павел Ковальчук. Уйти на перерыв лидерами гостям не дал Иван Криванков. Югорчанин сравнял счет за 4 секунды до конца периода. Второй игровой отрезок был богатым на события. За первые 5 минут команды забросили три шайбы. Дважды отличились хоккеисты авто, став лидерами. Но Мамонты по отработанной схеме сравняли счет в конце периода. В третьей 20 минутке гости вновь вышли вперед, но Югорчане сразу ответили двумя голами. Итог противостояния 5-4. Мамонты и Югры благодаря хорошему началу сезона вышли на первое место в конференции «Восток». У меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Игра». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok